Приветствую всех вас, друзья мои, дай Бог вам доброго времени суток, дай Бог вам доброго вечера. Давно, давно, давно мы не выходили в эфир, друзья мои, его сейчас вы и шли, давайте я пока, как сказать, Давид Бекназайна еще к нам не зашел, помолимся, 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 затиул сразу, подпочим себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дай Бог вам доброго вечера и дай Бог, чтобы сегодняшний эфир хорошо прошел. Друзья мои, сегодня мы с вами будем говорить о миропомазании на армянском дрёшму. Узнаем, что оно из себя представляет, что оно из себя представляет, это таинство. И, конечно же, это все мы обсудим вместе с нашим служителем нашей армянской апостольской святой церкви Давидом Бекназаряном. Подождем, пока он к нам подключится и начнем. От вас, друзья мои, мы ждем ваши вопросы по этой теме, а также, если есть другие вопросы, то вы можете их задать. Сначала мы немного поговорим с Давидом, потом уже будем на ваши вопросы отвечать. Не стесняемся, друзья мои, задаем все вопросы, которые вас интересуют. Может, даже прямо сейчас начать, как только Давид будет здесь, мы сразу же попробуем. Спасибо. Иван, 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 иван. Это что? А почему? Итак, друзья мои, сейчас подключается к нам Давид Бекна-Зарян. Давид, джан, привет. Привет. Как дела? Ничего, надеюсь, зарядки у меня хватит. Зарядки? Да, я только пришёл, у больного был как раз. Ну, чтобы хватило, тогда давай сразу же начнём, брат мой. Ну, конечно, а чё там? Хотел помолиться со мной? Не, я помолился уже вместе с нашими верующими. Ну, вот и отлично. Давай поговорим ближе к теме. Мы договорились, что сегодняшняя беседа будет о мировомазании. Да. Да. Расскажите, что это за таинство и откуда оно взялось. Ну да, как говорит Мапасан, ближе к телу. И кто говорит? Ближе к телу. Ну, мировомазание к телу. Ну, мировомазание к телу уже. Да, мировомазание, вообще-то, это таинство и, вообще-то, тема, которая особо не обсуждалась. И, вообще-то, мало чего известно, по правде говоря. Сейчас или вообще? Вообще, по сравнению, то есть, других таинств. Понятно, что, ну, вот сейчас будем говорить, я думаю, много чего выяснится. Но это тема, которая особо и не обсуждается, между прочим. Ну, среди верующих и в церковной среде тоже. Ну, поэтому, конечно, эта тема важна и сегодня попробуем об этом поговорить. Ну, вот. Итак. Что такое миропомазание? Что? Что такое миропомазание и откуда оно вообще возникло? Ну, если начнем с краткого исторического экскурса. Миропомазание это идет еще с ветхозаветных времен. То есть, сам Бог повелел Моисея помазать на священство первосвященника, как Аарона, потом его сыновей и так далее. То есть, было принято еще в ветхозаветной церкви, да, в ветхозаветной храмовой службе помазать священников. То есть, освящать их. То есть, это означало и освящение, и помазание, и особая печать. То есть, особое правие, особое, то есть, получают они особый дар. Именно служить, да, то есть, не каждому. Потом также еще и миропомазание начали получать цари, вот, иудейские. Вот, Саул получил, там, руками из пророка Самвела, да, потом царь Давид получил и так далее. Так, первые это были пророки, да, потом цари, я правильно понял? Да, это были священники. 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 Потом цари. Потом сам, самый большой помазанник, это кто Христос. Потом сам по себе Христос, это и означает Мессия. Помазанник. Помазанник. Да, то есть, он помазанник. И поэтому и христиане стали помазанниками. Потому что, раз Христос помазанник, так и те, которые Христовы, тоже помазанники. Тоже получили помазанник. То есть, если мы христиане, это слово Христос, Мащиях, да, Мащиях, то получается, это слово означает помазанный, то получается, каждый из христиан может назвать себя тоже помазанным, помазанником. Потому что мы получили это помазание, да, получили это помазание, вот, сам Христос, то есть, он получил прямое помазание Святым Духом, да, для чего как раз, для чего пришел Христос вообще в мир, помимо искупительной жертвы Христа, что он сделал, да, что он сделал, он открыл как раз доступ к Святому Духу, об этом тоже мало говорится, вот, Христос сам уже говорил в Евангелии от Иоанна, что если я это все не делаю, утешитель не придет, то есть, Святой Дух не придет, и с вами не будет пробивать, и вас не будет обитать, то есть, Христос как раз все это сделал для того, чтобы человек получил доступ к Святому Духу, то есть, чтобы он получил Богообщение, вот, поэтому и вот эта Пятидесятница, как раз, когда Святой Дух спустился на апостолов и на верующих, да, который считается, как бы, рождением уже новозаветной христианской церкви, вот, вот, во время миропомазания каждый христианин как будто испытывает и переживает личную Пятидесятницу, потому что вот в это время, вот, ты вот практически проходишь весь, весь, вот, этот, как бы, путь, вот, то есть, мы видим, что миропомазание идет еще со времен Ветхого Завета, по поводу новозаветных, новозаветной практики миропомазания, мы видим, что в Евангелии несколько, в Евангелии говорится, что Святой Дух получили рукоположение, то есть, руку клали, руки клали, то есть, раньше клали руки, да, вот, в самом первом, да, прежде чем, да, вот, клали руки, и люди получили Святого Духа, но также есть все-таки предания, сведения, что также были церкви, которые миром мазали людей, но, поскольку верующих стало все больше и больше, да, вот, десятки, сотни тысяч верующих, невозможно было, что апостолы на них, на всех положили руки. Извини, пожалуйста, а необходимо было, чтобы именно апостолы, да, клали руки, или они могли кого-то попросить? Нет, там не попросят, это все идет по рукоположению, то есть, апостолы рукоположили епископов, например, да, вот, вот, епископы тоже, вот, епископы могли вместо апостола как раз, то есть, крестить и положить руки на получение Святого Духа. Вот тогда и уже с апостольских времен, кстати, в католической церкви до сих пор такие есть, миропомазание совершает только епископы. Если у нас может миромажать и священник крестить и по миропомазать, то католики вот это подчеркивают, что подчеркивать власть церкови. Ну, подожди, извини, тогдашние епископы, которые были в апостольское время, это не те же епископы, которые сейчас есть, правильно? Те тогдашние епископы, это современные как бы священники, да, видимо, поэтому они и могли вот, будучи пастырем. Там, значит, апостол Павел говорит и о епископах, и о иереях, то есть, и о священниках тоже. Просто эта иерархия окончательно начала формироваться уже постапостольские. Понятно. Да? Но апостольское время начатки уже были, поэтому апостол говорит не только о епископах, но и о священниках тоже. Но вот руку прикладывать и получить Святого Духа, в основном это сделали епископы, потому что апостолы уже не могли, и поэтому и тогда и начали мазать миром всем. То есть, поскольку апостол не мог этого сделать физически, они уже сказали, что миропомазанием епископы начали совершать это таинство. Понятно, да? То есть, освящали миром, передали, они через это миром начали миропомазать всех верующих. То есть, наше миропомазание и вот то, что в Библии написано, что клали руку, да, и через возложение рук передавались благодатные дары Святого Духа, это то же самое. Правильно я понял? Это то же самое. Это то же самое. Вот. Я и говорю. Например, если обратиться к армянской истории, армянскому преданию, вот говорится, что апостол Варфоломей принес священное миро, которое взял, получил с руки самого Христа. Христу миро отдал отец Иоанна Крестителя, потому что он был священником, да? Вот. И вот эта мира досталась апостолу Варфоломею, который принес в Армению, который совершил, то есть, помимо вот крещения, так и же и миропомазание. И говорят, что это миросмешилось, смешилось и так дошло до наших дней. То есть, это говорит о том, что таинство миропомазания имеет очень глубокие корни. Фактически с первого века и оно имело место. И то, что вот говорит апостол Павел о миропомазании, от помазания или апостол Иоанн, да, очень может быть, что имели, то есть, в основе себя именно, то есть, материальную основу. То есть, не только положение руки, но и помазание тоже. Просто далеко не все церкви практиковали именно миропомазание. До уже, до вот, в начале уже 4 века, когда в Карфагенском соборе и в других соборах уже были утверждены, что все церкви уже должны помазать миром. Вот, и тогда уже это стало уже вообще церковной практикой, в частности, в Византийской империи. Да, но до этого уже, ну, в армянской церкви, со времен уже, крещение Армении, с апостольской, с апостольской временем, уже вот есть связи, что миропомазание существовало. Как не только возложение рук, но и миропомазание. То есть, это сопровождалось миропомазанием. Потому что, я почему так подробно говорю, потому что есть мнение, что, как бы, миропомазание не обязательно сейчас, или миропомазание, это поздно придуманная, какая-то там, типа, атрибутика. На самом деле, мы видим, что миропомазание было с апостольских времен. То есть, многие церковные историки говорят о миропомазании. Это второй, уже Тертульян говорит о миропомазании. То есть, это второй, третий век уже, как говорится, о миропомазании. Поэтому, не говоря, что, вот эти другие связи не стоят. Говорят, что это говорит о том, что миропомазание существовало с самого начала. Объясни, пожалуйста, что получают верующие во время миропомазания. Вот, ну, совершили миропомазание, и что получил верующий? Что, какой-то, так сказать, что он получает? Вот, смотрите, ну, попробуем, у тебя же юридическое образование, попробуем, с точки зрения юриспруденции, вот, смотреть на этот вопрос. Вот, смотрите, человек согрешил, да, и был изгнан из рая, да, то есть, ну, то есть, связь, общение с Богом прекратилось, прямая связь, как говорится, и человек вышел из рая. Ну, то есть, человек нарушил законы, например, Российской Федерации, был депортирован, понятно, да, живет в депортации. Пришел Христос, и что делал Христос? Христос через свою смерть и воскресенье, через крестную искупительную смерть объявил амнистию, то есть, всемирная амнистия, все, которые принимают Христа, они амнистиированы, понятно, да, и с крещением, с крещением, как раз мы очищаемся от первородного греха, да, наше грязное тело, которое было загрязнено, было искажено вот вследствие греха, она очищается, да, но мы стоим перед Господом голыми, вот, в голоми Царство Небесное не войдешь, нужна одежда, вот одежда и есть миропомазание, это та свет, которая была у Адама и Евы, например, до грехопадения, от которого они лишились и начали одевать кожаные одежды, взамен этого, да, миропомазание, мы уже имеем вот те свадебные одежды, которые можем войти в Царство Небесное, вот, это есть печать, как бы допуск, это то же самое, то же самое, что, да, вот тебе депортировали, потом принимают опять эту страну, а ты говоришь, я гражданин, например, России, я гражданин Советского Союза, там, короче, как Маяковский говорил, да, они говорят, а где паспорт, говорят, какой паспорт, говорит, сам Путин мой друг, вот смотри, я с ним фоткался, да, например, я с ним там, там какие там, нет, ну а паспорт-то где, ладно, да, да, опять же, какой паспорт, а пока паспорта нет, пока печати в паспорте нет, то есть ты не являешься гражданином, то же самое, миропомазание, то есть пока ты не получаешь печать Святого Духа, у тебя не обновляется искаженное состояние, вот, и полнота богообщения не состоится, то есть когда ты, вот, когда ты крестился, ты очистился, да, ты прошел, вот, три раза кунаю, да, это как раз смерть, как бы, смерть, похоронение и воскресение Христа, да, вот, а когда получаешь печать Святого Духа, обновляется образ Божий в тебе, и ты можешь уже войти в Царство Небесное, понятно, да, поэтому и крещение, миропомазание совершаются вместе, отдельно не бывает, и крещение, миропомазание, это неполное крещение. вот смотри, Давид, какое-то видимое изменение в человеке происходит после миропомазания, ведь миропомазание, как мы уже сказали, да, это какие-то так, не знаю, если вот так взять поприще, да, это как бы оружие в руках Христина, да, посредством которых он получает какие-то, ну, дары, да, чтобы противостоять дьяволу, противостоять против всего этого, и становиться нормальным Христианом, так сказать, человеку, это же я правильно говорю, да? Ну, это понятно, миропомазание, это как оружие, это, это, это как раз та благодать, которую ты получаешь, через Новый Духа, крещение, это очищение, а миропомазание, это вот, ты вовлекаешься, вот, как говорит апостол Павел, возьмите, говорит доспехи, там, возьмите шлем, возьмите меч, вот это все, это касается миропомазания, да, этих благодать, это миропомазание, поэтому он и говорит, что, апостол Павел же говорит, что вы, например, если смотреть второе послание к олимпианам, говорит, утверждающий же нас во Христе и помазавший нас есть Бог, то есть, он помазал нас, он дал вот это, вот это вооружение, то есть, а подробнее он дает дари Святого Духа, то есть, вот, то есть, мы получаем силу бороться против дьявола и победить его, обновляется образ Божий в нас через миропомазание, мы вот от ветхого человека уже становимся полностью новым человеком, да, вот, поэтому крещения без миропомазания не бывает, да, и у нас тогда даются дары Святого Духа, вот, когда церковь была только-только, церковь начала уже устанавливаться, когда церковь была еще молодая, тогда эти дары были более яркими, то есть, как они проявились, вот, появились сразу дары пророчества, люди начали разговаривать иностранными языками, да, потому что надо было проповедовать, да, простые люди, они же не знали разные языки, они получили дар языков, начали разговаривать и проповедовать, вот апостолы приехали в Армению, как они могли разговаривать с армянами, если армянского не знали, да, вот получили дар, разговаривали, поэтому и некоторые из историков церковных считают, что Пятидесятницу там говорится и слово там на армянском тоже, что говорили, кстати. Ну да, это я помню этот момент. У Августина, по-моему, есть, да. Смотри, вот ты сказал про гаваляне на этих языках, да? Многие современные секты, которые есть сейчас в Армении, вообще-то по всему миру, в частности Пятидесятники, они очень сильно акцентируют внимание на то, что вот то миропомазание, о котором мы говорим, они говорят об этом, но в другом смысле этого слова. Говорят, вот как только ты вот начнёшь говорить на этих иных языках, или, как они говорят, молиться на этих языках, то значит, ты уже миропомазан, то ты как бы крещён Святым Духом. Скажи, пожалуйста, и вот в десятой главе книги Деяния Апостолов тоже написано, что и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился и на язычных, ибо слышали их говорящих языками, величающих Бога и так далее. То есть здесь мы видим, что те люди, которые крестились, получили дары Святого Духа, сейчас эти язычники, они начинают говорить на этих языках. Каким образом этот момент, то есть это связано только с тем, что в то время необходимо было говорить на этих языках, правильно я понимаю? Тогда была необходимость, поэтому был этот дар. Я говорю, церковь начала только-только распространяться, церковь начала утверждаться. Без иных языков, то есть когда, если люди не смогли разговаривать на разных языках, ну, фактически было очень-очень трудно распространить Слово Божие. Ну, вы смотрите, там прошло, там, 20-30 лет, и христианство распространилось далеко за пределы даже Римской империи. Каким образом эти люди начали разговаривать? Ведь в основном апостолы начали. Апостолы в основном были кем? Безграмотными, ну, в основном, рыбаками. Ну, то есть по грамоте они свою религию знали, на иврите, на арамейском разговаривали, например, да, но не могли разговаривать с египтянами, не могли разговаривать там с арабами, не могли разговаривать с индусами, тем более, и так далее, или с европейскими народами, вот, так называемыми ванглорскими. Поэтому и был дан дар языков. Поэтому, когда говорят, что надо сделать, надо помнить раз и навсегда, и тут есть очень, очень важный момент. Когда говорят, что начали разговаривать языками, это не означает, что начали, ну, вот такие там, голосами страдать, да, и сказать, что это я. Нет, они конкретно говорили языками, вот, конкретно говорили языками, разными языками. Об этом четко написано в книге Диани. То есть, пришедшие, говорит, вышли апостолы и вместе с ними, то есть, другие ведущие, да, из горницы, и начали говорить на разных языках. И люди, то есть, паломники, которые приехали из разных стран, то есть, из Малой Азии, из Египта, из Ливии, из Памфилии, из Кирении, там, из Греции, и так далее, и так далее, они начали понимать их язык. А теперь заходите в эти пятидесятнические или харизматические собрания и посмотрите, вы хоть что-нибудь можете понять, о чем они говорят? Ну, болтают просто, понимаете? То есть, там был конкретный дар языков. Люди разговаривали чисто на разных языках, вот, которые другие люди понимали. Понятно, да? Но потом, особенно в таких местах, где были большие языческие центры, как, например, Каримф, да, они начали страдать такими же голосальями. А голосалья, это не только именно вот, то есть, явление, которое появилось вот именно во время распространения христиан. Это древняя языческая обещания. То есть, люди, когда на них спустились духи, они начали там болтать, ну, вот, впасть в вступление и говорить небелицу. Понятно, да? Вот. Под воздействием вот этих духов. Поскольку Каримф был очень большим языческим центром, те христиане, которые, то есть, те люди, бывшие языческие, которые вошли в христианскую церковь, они начали попытаться это практиковать. Поэтому апостол Павел делает замечание. Говорит, если кто-то говорит, пусть кто-то и объясняет, что он говорит, а то кто-нибудь извне войдет к вам, скажет, что с ума сошли. В принципе, так и есть. Тоже, если ты сейчас заходишь в христианское собрание, то такое впечатление, что люди действительно сошли с ума. Они не в себе. Понятно, да? Потому что четкого разговора ты там не услышишь. Ну, мы на ангельскими языками говорим. Какие ангельские языки? Откуда они знают, что это какие-то ангельские языки? Уже падшие ангельские языки я не знаю. У меня вопрос. Откуда они знают то, что в Библии написано и то, что у них происходит, это все тождественно. То есть, чего вы взяли то, что апостол Павел об этом говорит и то, что у вас происходит, именно то же самое, что и происходило во времена апостола Павла? Так я и говорю, апостол все объясняет. Апостол четко говорит, если кто-то говорит на неизвестном языке, то есть, он сам не понимает, что он говорит, да, что уже вызывает сомнения, то должен быть кто-то, который заодно и получает дар от Бога, да, объяснить, что он говорит. Если этого нет, если этого нет, значит, это не к добру, значит, это не от Бога. Апостол четко же говорит. Ведь апостол сам обратил внимание на это. Говорит, я больше раз языками говорю, но я предпочитаю два слова говорить на понятном языке, чем болтать непонятно, что на десяти непонятных языках. Апостол же говорит. Поэтому, если вы говорите, это должно быть... Для чего это дар был? Это дар был для того, чтобы проповедовать. Почему этого дара сейчас нет? Потому что Библия и Слово Божие самое распространенное во всем мире. И уже везде, во всем мире утверждение церкови и Слово Божие уже можно читать на любом языке. Самая переводимая и распространенная книга Библии, читаемая во всем мире, уже не первое десятилетие. То есть отпадало, что ты вдруг получил китайский, поехал там китайцам, с китайцами разговаривал или проповедовал. Такой необходимости внутри уже нету. Поэтому и такого дара тоже нету. Есть еще один тонкий момент. Смотри. Если ты получаешь какой-то дар, и этот дар проявляется у тебя в состоянии измененного сознания, значит, это дар не от Христа. Потому что христианство фактически единственная религия, которая опровергает любой дар или любое измененное состояние сознания при молитве или при других действиях. То есть сознание, сознание христианина должно быть ни в коем случае не изменено. То есть ты должен всегда понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, дать отчет. То есть свое сознание должно быть ясным. Состояние измененного сознания никогда не было и не может быть под воздействием Бога. То есть когда ты что-то сделал, и ты не контролируешь себя. Понятно, да? Это от лукавого. Это языческая практика. Это языческая практика. Это индусская практика, в частности, если хотите, это называется крия. То есть когда человек вдруг попадает в определенное такое сознание, такое состояние. Может издать непонятные звуки, непонятные слова говорить и непонятные, неконтролируемые движения. И очень часто он не понимает и не помнит даже. То есть не дает себе отчет, что он сделал. Понятно, да? Вот состояние измененного сознания это чистое язычество. И такой момент есть во всех язычеях почти. Ну, понятно, язычество это широко практиковалось, в шаманизме, да? В исламе это и суфизм, например, иногда, когда попадают в испугу. И другие секты. То есть, ну, сам по себе, то есть, с различенными словами это не принимается. Но есть вот такие секты, которые вот тоже. Христианство на корне опровергает это. То есть я правильно понимаю, если человек что-либо делает, ну, допустим, молится, постится, что ты хочешь, да? Он своим разумом, его разум должен работать. Иначе апостол Павел... Разум должен быть ясным и неизмененным. Разум должен быть ясным. Даже апостол Павел выберет ситуацию с милостыней и говорит, если ты его будешь давать в милостыню, а любви не будешь иметь, то тебе нет никакой пользы. Даже если ты пойдешь, умрешь, там, да, как мученик, да, а при этом не будет любви, то есть, опять же, ничего. Да, ну, дело даже не в любви. Дело в том, насколько ты контролируешь себя. Вот. Вот это самое важное. То есть, если твои действия вышли из-под контроля, то есть ты уже, как бы, вне зависимости, независимо от себя это получается. Вот независимо от тебя ты начинаешь какие-то звуки издавать. Ты это не можешь контролировать, ты не понимаешь, что ты говоришь, ты не понимаешь, откуда это. Но вот у тебя идет там словесный понос. И ты не можешь этот словесный понос останавливать. Понятно, да? Вот это не христианское поведение. Все, точка. Понятно. Я думаю, что те люди, которые нас смотрят, они как раз согласны с этим. Смотри, момент такой. Если они утверждают, что говорят на этих языках. Вот у меня, я подходил ко многим людям, говорю, вот смотри, если вы говорите на этих языках, значит, вы можете говорить на языках, которые нужно, чтобы вы на этих языках говорили. Вот, например, я говорю, у меня друг иранец знакомый. Я не могу на иранском ему рассказать о Христе, объяснить кое-какие вещи касательно Христа. Можете вы это сделать? Мне говорят, нет. Говорят, тогда кому ваш этот дар нужен? Они типа славят так Господа. Но апостол Павел и говорит, что так Господа славить не надо. Некоторые говорят, что они так славят, они говорят, что они так славят, чтобы сатана не услышал, как они славят. Ага. Сатане нужно это сто лет. Как раз сатана издевается. Да, он эти мысли и подкинул, видимо. Знаешь? Апостол Павел говорит, не оставляйте впечатления душевнобойных людей. Был такой прикол. Я расскажу. Об этом говорит этот русский проповедник. То есть, поскольку, да, Павел говорил, что если есть голосали, то должен быть также человек, имеющий дар, объяснять его. Толковое. Да, перевод. Переводчик должен быть, простым языком говоря. Идешь, там, кто-то переводит, кто-то болтает. Ну, понятно. Говорит, давай, брат, давай, молись, молись языками. Он начинает там алаболонейца, глукобонейца и все такое. Начинает там глупо говорить. Понятно. Потому что человек внушает, должен что-то сказать, иначе братья скажут, что вот, да, духа не имеешь. Вот. А этот начинает, а другой переводчик начинает имитировать, то есть, делая вид, как будто он понимает и переводит. Начинает, о, ты благословен, там, и так далее, там, да, ты благословен, ты, иди, там, работай, Господь с тобою, и так далее, и так далее. И так, для прикола, этот, этот мужчина заходит и начинает молиться на арабском. Он опять тоже самое говорит, ты благословен, там, и так далее, и так далее. А он на арабском «Отче наш» говорит. А, я знаю, да, Стеняев, да, отец Олег? Стеняев. Потом начинает, там, на греческом, у него опять тоже самое песня, ты благословен, там, иди, там, собирай, работай, Бог с тобой. А, подождите, подождите, говорит, я же не то говорю, говорит, я же говорю совсем другие вещи. А вы что, нас испытываете? То есть, ну, конечно, говорит, апостол, я же, испитывайте, каким духом люди Вадимы, потому что не все Вадимы, святым духом. Смотри, вот это видео как раз о них. Ну, да, это что? Ну, что я могу сказать? Это клиника. Ну, в общем, друзья, такие странные, страшные видео, где они говорят, что это они от Святого Духа и такие вещи. Представляете, апостолы собираются и начинают вот такой ерундой заниматься. Ну, и люди, миллионы людей следуют и верят вот этим глупостям, к сожалению. Ну, откуда ноги растут? То есть, мы знаем, это хоризмонистское движение, это конец 19-го, начало 20-го века. Ну, мы можем сказать, день рождения, там, 1901 год, когда один из, вот, харизматических, так называемых, то есть, христиан, фамилия, сейчас, Пархим, по-моему, он собрал студентов и сказал, что вот, видите, тогда говорили на языках, а сейчас языках не говорят, значит, главный солог, главный утверждение, что Святой Дух спускается, это говор на языках, да, и вдруг во время таких молитв и служб, там одна из студенток, Агнесса Озман, по-моему, начала вдруг неудержанно говорить, типа, на китайском языке, и говорила три дня подряд, а потом даже не могла вспомнить свой английский язык. Откуда она на китайском говорила, это я не знаю, потому что никто же из этих присутствующих китайского языка не знал, что, ну, может, какие-то там, Ян Чун Чан, там, какие-то, что-то такие же рассказал, типа, да, и думали, что вот на китайском говорили. Но никто не понял, что она сказала за эти три дня, да, никто не мог переводить, что она, она сама вообще, тем более, она не могла понять, что она говорит, вот, более того, она потеряла, своего родного языка после этого явления. Ну, я как врач могу сказать, в принципе, как это все происходит, один из моментов, это сильное желание, сильное самовнушение человека. Вот это очень опасно. Вот в христианстве вот нельзя этого сделать. Вот это самовнушение, да, когда ты хочешь именно чувствовать, что ты заставляешь себя именно чего-то чувствовать, да, а вот, всегда даже вот древние отцы церкви предупреждали во время молитвы, во время службы, не делайте этого. Почему не делайте этого? Потому что вы открываете доступ вашей души к злым силам. И это никогда добром не закончится. Это может остаться на уровне самовнушения. То есть, ты себя внушаешь, что-то там болтаешь, типа, а иногда могут подсоединиться там братья рожками и ножками. Вот. И все может заканчиваться плачевно. Вот в чем дело. Давай я еще одну такую вещь скажу, на этом поэтажим эту тему с сектантами, ладно? Вот смотри, то есть, у них сейчас такое, они первый раз приходят, крестятся, так называемым, как они называют, водным крещением, да, они вот называют. И вот так же там ходят на их вот эти собрания и так далее и ждут, пока они начнут говорить на тех же самых языках, так называемых, да, гласосалии, или гласолалии, я уже не знаю, как правильно назвать, да, что и остальные адепты этой секты, я правильно понимаю? Вот у некоторых писяников вот так, я правильно понял? Они ждут, пока, как они называют, Святой Дух сойдет, и они начнут говорить то, что там вот на этом я показывал, что правильно я понял? ну да, вот пока ты этого не делаешь, значит, ты неполноценный, неполноценный член церкви. То есть. Понял. Вот смотри, момент такой бывает, но вот мой один из очень таких близких людей мне сказал, если человек пребывает в каких-то так смертных, страшных грехах, Святой Дух как бы оставляет его, или что, да, как бы эти дары также у него исчезают, или что? Если истинные, если истинные дары Святого Духа, если истинные дары Святого Духа, человек получает, например, во время крещения, но попадает в тяжкие грехи, пребывает в смертных грехах, да, то благодать, конечно, начинает оскудевать, благодать начинает покидать этого человека, то человек сам это начинает чувствовать, он сам начинает чувствовать после греха, грех совершаешь, все, душевный покой теряется, как будто у тебя опустошение, как будто у тебя все, внутри все пусто. Внутри все пусто. Вроде там все есть, легкие есть, сердце есть, все есть, желудок полный, там, гамбургерами. А на самом деле, вот какая-то необъяснимая пустота и тоска появляется после того, когда ты согрешил. И душевный покой теряешь. И сон теряешь, и аппетит теряешь. Пока не восстанавливаешься, опять эту связь с Богом, пока не получаешь благодать. Соответственно, если ты живешь в грехах, невозможно одновременно и жить в благодати. Но у этих сектантов почему-то такого не происходит. Я знаю многих людей, которые просто перестали даже ходить на эти собрания. Они живут блудной и грешной жизнью. Я не говорю, что я такой святой, или мы такие святые, но, впрочем, но почему-то дар, так называемый, дар, он не покидает этого человека, понимаешь? Он покидает. Никогда от Бога и не был, что он покидал. Вот я что и хочу сказать, Давид Джан, что он никогда, в принципе, видимо, такого никогда не было. Ладно, оставим сектанта в стороне. Я говорю, 90% нам о внушении. Это 90%. Я уверен, что это так, на самом деле. Ну, примерно 10%, особенно у таких крутых, да, появляется. Вот, например, Ату Симоньян однажды же сказал, вдруг, что он поклоняется Золотому Тельцу. Да, на латинском языке, да. Да, ну, вот и все. То есть человек признался, вернее, не человек признался, без его, его устами говорили. То есть к чему они его привели. Так что урон, то урон, и все такое, в принципе, уже нигде не принесли. Замечания сделали, что мы долго говорим про каких-то стектантов. Давай вернемся действительно к нашей церкви. Спасибо, Симоньян однаждан, что сказали это. Давай вернемся к нашей церкви. Надо было говорить по-любому. Да, по-любому мы должны были это сказать, потому что такая щепетильная тема, да, извините, что так долго. Но, давай подумаем над нашим, да, значит, над нашим христианством, да, на традиционной церкви. Вот, какие дары здесь христиан получают, и как возгревать эти дары, которые во время миропомазания каждый христианин получает после крещения? Ну, есть такой интересный феномен. Кстати, вот смотрите, Христос пришел в мир, он пришел в образе слуги, в образе раба, в образе, то есть смирения. Как и говорит порок Исаия, то есть, его голос говорит, громкий голос нигде не был слышен, говорит, он площадь их или где-то не говорил, да, вот, он проповедовал скромно, он был олицетворением смирения, да, вот, и создал церковь, а вот церковь и была наоборот, церковь наполнена была чудесами, проповедовали все здесь открыто, были вот и разговоры иными языками, и исцеления, и все такое, да, вот, потом потихоньку, потихоньку, в церкови все начал меняться, вот, да, и человек вот крестится, и вроде в нем ничего особо и не случается, то есть, многие думают, что во время крещения должны там такие, вот такие, прямо такие вещи там совершиться, то есть, небеса открываться, там, не знаю, ангелы спускаться, начинать петь, да, вот, рядом с ними стоять, вот, крылья там выращиваются, там, вырастут там на спине, все такое, на самом деле ничего такого, видимым образом не происходит, но тайным образом, то есть, именно духовным, вот, непонятным для нас до конца, поэтому называется таинство образа, вот, человек начинает обновляться, как я сказал, вот, человек, образ Бога обновляется во время мира помазаний в человеке, человек получает те духовные дары, вот, при том эти дары, эти дары, они в современном мире появляются по-другому, ну, как говорит там апостол Павел, кому-то дал, говорит, дар, например, проповедовать, кому-то дал дар учить, кому-то дал дар исцелять, кому-то дал дар пророчествовать, кому-то дар... А эти дары может человек получить без миропомазания? Да вот я и говорю, что миропомазание отдельное таинство, поэтому эти дары получают только во время миропомазания, без миропомазания не получают, поэтому мы берем миромажем тем, которые были крещены только водным крещением, потому что вот 90% даже больше протестантских, протестантских сельсковях, миропомазание, вот таинство миропомазания упразднено, я почему вот так сдалека начал, и дар и дар... Да, у них нету этого. Поэтому, потому что миропомазание сохранилось только у традиционных в апостольских церквях, остальные вот эти церкви новые, они дар, они вот этот, и дар, и таинство, все это потеряли, они потеряли это. И это понятно... У них не было этого. У них этого никогда и не было. Что? У них этого никогда и не было, чтобы еще и терять. Во-первых, почему не было? Во-первых, не было, потому что они теряли, они потеряли возможность самому варить мир, то есть иметь это мир. Вы знаете, мир там... То есть имеют собственные миры только автокефальные, то есть только самостоятельные церкви, и только глава церкви может раздать епископам. А поскольку в Ветеринской церкви после расхода Ветерина ни одного епископа не было, то и миропомазание тоже как бы уже не с чем можно было сделать. Это раз. А во-вторых, ну, они читали Библию, сказали, вот в Библии конкретно не говорится, что надо миром мазать. Хотя вот мы и апостола Павла, и апостола Иоанна видим, о говорящемся помазанием. Да, также мы видим древнюю практику в Эдхозаветной церкви о помазании миром. Ну и также мы видим исторические документы, которые говорят о миропомазании уже с самых первых времен. Но в чем трагедия протестантизма, что для них христианство начинается с Мартина Бютера. Как будто до 16 века христианства не было. Кстати, другая крайность, когда в традиционных церковях, наоборот, церковь существует до Мартина Бютера. После Мартина Бютера церкови тоже не существует. Это две крайности. Даже, по-моему, христианство, полнота христианства как раз в том, что христианство существует 2000 лет, и христианское предание, практика и опыт как раз в совокупности это 2000 лет разных церквей. Так что до и после, те, которые думают до и после, они оба и те, и другие ошибаются. Поскольку вот от этой исторической историчности и от исторического предания было оторвано, поэтому и таинство мира помазан не было упразднено. Но если где-то упразднено, не означает, что они могут обойти себя с небу. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Каким образом христиан может развивать дары, вот те, которые он получает во время таинства мира помазания, возгревать эти дары? Для этого надо просто жить с христианской жизнью. И дары будут открываться. Апостол Павел опять же четко об этом говорит. Говорит, даритель один, то есть дает тот же самый дух, но они разные у разных людей. Потому что люди разные. Есть экстраверты, есть интроверты. Экстраверты любят проповедовать. У них получается вернее. Интроверты любят молиться. Это молитвенники, это проповедники. Кто-то исцеляет, кто-то учит. И еще не только эти дары. У кого-то есть способность музыка. Вот он сможет сочинять прекрасные духовные песни или духовную музыку. Это тоже считаются дары святого духа. Конечно. Ну еще в современном мире есть много в виде деятельности, которой 2000 лет назад не было. В принципе. Да? Вот. А сейчас вот есть-то дает же дух же. Дух же не на уровне 2000-летней давности. Дух иногда дает и без миропомазания в таком случае. Да? Есть же много некрещенных людей, которые имеют эти дары. Да. Они имеют, они могут. Это не означает, что те, которые не миропомазаны, те, которые не сплошные дебилы. Конечно. Ну, любой человек имеет генетические способности, дары. Есть одаренные люди, есть малоодаренные люди. Да? Но совсем неспособленных Бог каждому человеку что-то дает. То есть совсем негодяев все-таки таких людей не рождаются. Таким люди становятся. Просто в чем миропомазание отличает, например, от покиновенных способных людей? Например, не знаю, человек вообще неверующий, например, прекрасный пианист. В том, что вот эти дары человек использует именно во славу Бога, то есть именно в богоугодных целях. То есть Святой Дух дает эти дары, чтобы человек исполнял эти дары, их реализовывал во славу Божию и для своего собственного спасения и достижения вечной жизни. Правильно? Конечно. Христ тоже неоднократно об этом говорит и рассказывает разные притчи. Вот это притча как раз о монетах, которые он дал. Это как раз это дары Святого Духа, которые нам даются во время крещения. Но поскольку мы не живем духовной жизнью, мы в церковь вошли только тогда, когда нас крестили, а потом год, два, три раза заходим, свечки только ставят, а о духовной жизни речи не идет. То есть мы не стремимся жить в христианской жизнь, мы просто так живем. Откуда мы знаем, может во время крещения нам были да не очень многие интересные дары, которые мы должны были развивать во славу Господа, а мы ничего не сделали, эти дары пропадают. Потом ты жалуешься, почему у тебя жизнь не наладилась, почему так и всякое другое. То есть дах Святого Духа это отличается тем, о чем говорит Христос. То есть надо все это использовать именно для того, чтобы не для своего личной, не для своих эгоистических целей, не для своей личной славы, не для того, чтобы зарабатывать столько деньги и все такое, а для того, чтобы это все было по Божьей воле. То есть это все было именно для того, чтобы помочь людям, помочь людям укрепить через это также веру. Увидевшие это славили Бога, это увидевшие, это славили Бога. Чтобы люди увидев это начали приходить к Богу. Скажи, пожалуйста, можно ли молиться о том, чтобы получить какие-либо благодатные дары Святого Духа? Можно молиться, просить не надо, Бог сам решает. Вот Бог сам решает. То есть молиться, чтобы Господь уже решил свою волю. Сам чувствует, что нам надо и Дух дает нам. Даже мы не знаем, Дух нам дает то, что нам больше всего нужно. Там есть хороший фильм, это Амадеус, когда ты смотрел про Моцарта и про Сальеры. Два гиганта музыки, два гиганта композитора тогда в искусстве тогда в Европе, когда Сальеры молился Бога, очень захотел стать талантливым композитором. Бог дал ему талант, но он был абсолютно унижен, уничижен и подавлен, когда видел Моцарта, который вообще непонятно кем был, то есть был хохотун, шатун, там непонятно, пьяница для Дун, типа так показывается в фильме, а у него такой был дар, что вообще не только Сальери никто рядом стоять не смог. и он так ненавидел, что Крест бросил даже в огонь. Фильм, конечно, отчасти может быть и вымышленный, потому что все-таки данные говорят, что такой конкуренции между Сальерой и Моцартом не было, но фильм показывает именно состояние людей, Крестного человека, который восхотел славы, и увидел человека, у которого было больше этого, разненавидел его и начал завидовать его. И это привело как раз ненависти именно к Богу. Он Бога больше всего ненавидел, чем Моцарта. То есть фильм интересный, можно смотреть. Поэтому дары бывают, вот у Моцарта было, 7 лет был помоен и 4 года первую симфонию свою написал. И он вообще создал восхитительное произведение. Это тоже дар Святого Духа. Тут вопросы такие, блиц вопросам можно сказать. Геркер Тангхам Карелия Маккарта, второй раз можно креститься? Второй раз не крещаются, не крестятся второй раз. Если человек крестился, то есть по всем канонам апостольской церкви, второй раз креститься уже большой грех. Не крестимся. церкви они полностью таинство миропомазания совершают не сразу, а через подростковом возрасте где-то. Совершается сам епископ, называется конформация. Хотя миром мажут ребенка во время крещения, тогда непонятно, почему тогда мазать миром лоб, если будете еще раз миром помазать через несколько лет. Каталинская церковь начинает пересматривать свою традицию и начал менять и по-моему уже во многих церковях начали полностью грезить и миропомазать уже маленьких детей. Понятно, да? Поэтому если, например, даже каталинская церковь человек крещен, но не миропомазан, тогда мы миром мажем. А вот в русской церкови мир уже этого не сделаем. Есть такая вопрос, говорят, русские не мажут миром спину. Поэтому некоторые, если человек с русской церкви переходит в армянскую церковь, совершает миропомазание спины тоже. Но это тут само по себе миропомазание, само по себе миропомазание, это миропомазание именно, то есть крестообразно, когда лоб миром мажется. Ну понятно это. Да. Смотри, вопрос такой, кроме миропомазания, другие какие-то там помазания есть у нас или только миропомазание? У нас миропомазание, что касается крещения, миропомазание. Ну мы, например, миром мажем, если освящаем церковь, например, да. Это опять же по примеру Ветхого Завета, как и Бог сказал Моисею, помазать елеем скинью, да, утварь церковную осветить. То же самое и вот камень, алтарь, который освещается, стены освещаются. Вот, это по такому примеру. Вот, есть еще, например, соборование или елеосвящение, например, или освещение русской церкви. Ну, на армянском называется кархивандат. Но это другое совсем. Это не миропомазание. Да, другое, хорошо. Да, об этом экстрасенсы, это дар от кого, как узнать? Ну, если экстрасенсы начинают жить с духовной жизнью, если от Бога этот дар останется, если не от Бога этот дар исчезнет. Понял. Поэтому экстрасенсы в основном избегают от церковных таинств. Ну, максимум, могут войти в церковь, могут свежку ставить и убегать. Да, а вот духовной жизнью, если чувствуете, что экстрасенс духовной жизнью не живет, хотя и у него комната там все обставлено иконами, да, вот, это чисто для отвода глаз. Иконы ничего не знают. Да, если не живет, значит, этот дар сомнительный. Но, если человек стремится, я говорю, главное, это Бог. Бывает, может быть, может быть, что у тебя есть некий дар, да, если бы оцерковился и живешь истинной христианской жизнью, и стремишься к Христу, и этот дар остается в тебе, значит, этот дар может быть, дар Святого Духа. Если этот дар не от Святого Духа, если этот дар исчезает по мере твоего духовного становления, значит, это дар не от Святого Духа. Вот и все. И такое было очень часто. Такое было очень часто. Человек мог предсказать будущее. Начал ходить в церковь, этот дар исчез. То есть, как начал ходить в церковь, дар предсказания будущее исчез. Значит, не от Бога было. И, может быть, или наоборот. Все может быть. тут вопрос такой, не по теме, правда. Почему в церкви зажигают свечи? Ну, это такая традиция осталась. просто. То есть, чисто традиция, здесь ничего святого в этом нет, можете не ставить. как раз я уже по тому, насколько человек прилип к этому свечкозажиганию, можно уже судить, насколько человек действительно, то есть, имеет отношение к церкви. Обычно, вот, свечки очень любят джигать люди, которые к церкви никакого отношения не имеют. Ну, как раз для них церковь это место для того, чтобы свечки сжечь и какую-то молитву читать там своими словами или что-то, чтобы там бизнес был хорошо, все были здоровы и так далее, и так далее. Вот. Чем больше человек духовно, то есть, развивается и чем больше приближается к Богу, тем меньше он начинает свечки зажигать, потому что, понимаешь, что он не знает. Ну, это отдельная тема, мы еще поговорим о свечках. Да, да. Честно говоря, мне беседа очень понравилась. Спасибо тебе большое, Давид Тян. Там есть, там другие вопросы тоже есть, кстати. Там, смотри... Ну, я не увидел, честно говоря. Там кто-то говорит, типа, вот, когда такие вещи видишь, наоборот, твоя христианская вера усиливается. Какие вещи? Они прыгают, гавкают, мяукают, и от этого моя христианская вера усиливается. Непонятно. А, такое видишь? Да. А как может усиливаться? Не знаю. Значит, ваша христианская вера от нашей христианской веры. Нет, это другое, видимо, человек писал, другое хотел сказать. Нет, брат, это другое. Это мы о другом разговаривали, она в этот момент написала, это не это. Ну, простите, у меня такое впечатление сложилось, что это, типа, когда видят вот эти голоса, и непонятные движения. Нет, это не об этом, брат. Да. Ну, в общем, сейчас наш эфир подходит к концу, друзья мои. Спасибо тебе, Давид Джан, за эту интересную беседу. Мы вам сообщим, когда будет следующий наш эфир, следующий наш совместный эфир, беседа. Прошу ваших молитв. Почему эфир не на армянском языке? На армянском вы можете найти сколько хотите, друзья мои, на русском для русскоязычных армян, очень трудно это найти. Поэтому мы на русском говорим. И делаем для диаспоры. В диаспоре огромный вакуум информации. Поэтому люди попадают здесь больше в секты или в другие религии, чем, например, в Армении. В Армении вот о этой теме уже столько говорят. Можете подойти любому священнику, он вам это все может объяснить, говорить. В России этой возможности, к сожалению, нет. А то мне приятнее было бы на армянском говорить. Вот. Вот. Спасибо. тебе, Давиджан. Пожалуйста. Следующий эфир на следующей неделе попробуем сделать. Мы заранее тему скажем. Если у кого-то есть предложения, какие темы можно сделать, можете написать, друзья мои, с огромной радостью примем к сведению. Ну все, Давиджан, спасибо тебе большое, брат мой. Давай. Храни тебя, Господь. Дай Бог доброй ночи. Язык, как мы будем сейчас молиться? Нет? Нет, там 40 секунд осталось, не успеем. Ну, языками, конечно, молиться не успеем. Да. Это не 40 минут. У нас свой гропар, у нас свой язык, гропар, брат. Ну вот, у нас свой язык молитвы, конечно. Это у нас свой векеобразный голосание, да. Да. Так, тут будет.